здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами поработаем с пластилином и выполним из этого материала шкатулку для своей любимой мамы или для себя на шкатулке у нас будет сидеть медвежонок мы познакомимся с вами немного с орнаментом и время начинать поехали работы нам понадобится пластилин дощечка для лепки стеки можно обойтись одним карандашик бумага и ножницы с линейкой итак начинаем для нашей шкатулки нам понадобятся специальные жгутики которые мы будем сворачивать для них нам нужно раскатать вот такие длинные валики я сделала хитро заготовочку и у меня уже часть готова сейчас покажу вам как удобно их скатывать я их катаю такого размера как дощечка потому что тогда мне легко ориентироваться сколько какой длины они должны быть и так мне не хватает еще бирюзового такого жгутика но для начала конечно нужно размять пластилин для этой работы старайтесь использовать твердый пластилин тогда наша шкатулочка будет более долговечная берем скатываем и начинаем раскатывать обратите внимание когда мы раскатываем мы раскатываем сначала либо одной рукой можно двумя у меня просто немножко уезжает дощечка я буду делать одной смотрите я прокатываю и пальцы расширяю таким образом очень легко и удобно раскатывать равномерные колбаски потом смотрю где у меня толще докатываю всегда смотрю что я делаю и раскатываю длинную колбаску нам понадобится шесть таких длинных валиков колбасок чтобы из них мы могли сделать красивые жгутики и сделать нашу нижнюю часть нашей шкатулки докатываю почти готов теперь смотрите что я делаю я беру жгутик сейчас чуть-чуть его докатаю беру вернее не жгутик а буду изготавливать жгутик беру складываю его пополам и теперь смотрите начинаю крутить его как будто закручиваю крышечку на бутылочке с водой к примеру закручиваю и получается у меня вот такой жгутик закручиваю краешек и чем больше я его кручу тем он у меня становится с большим количеством спирали значит теперь я его откладываю беру такого же цвета вторую половину теперь смотрите я в обратную сторону скручивать буду то я закрывала крышечку а теперь я ее открываю смотрите чуть-чуть сломался я его аккуратно соединила и закручиваю подкручиваю хвостик и продолжаю закручивать смотрите я прикладываю смотрю чтобы они у меня получались равномерными а теперь из-за того что крутила я жгуты в разные стороны когда я их соединяю рядом у меня получается вот такая косичка чуть-чуть я докручу сейчас один жгут потому что тот у меня длиннее теперь смотрите я их делаю равномерными складываю рядышком и откладываю в стороночку первая косичка у меня получилось то же самое делаю со вторым цветом и так сделала я продолжаю еще раз обратите внимание сначала например мы закручиваем крышечку да то есть мы рукой вот так крути а второго мы будем наоборот в ту сторону крутить закручиваю тогда у нас именно будет получаться эффект такой косички свитера так одно сделали с примеряю и смотрите еще есть хитрость немножечко ее можно потянуть но аккуратно если сильно потяните то можно разорвать если немножко тянуть из пластилина она легко удлиняется вот потянули она стала длиннее и теперь делаю вторую так проверяю да все правильно другую сторону кручу жгутик закручиваю цвета можно использовать одинаковые можно использовать как у меня разные зависимости от того как вам хочется и сколько у вас пластилина так подкручиваем я всегда подкручиваю проверяю присоединяю и 2 и вот получилось у меня такая тройная косичка теперь смотрите аккуратненько приподнимаю я положу листочек чтобы на листочки и немножечко если у вас есть скалочка можно скалочкой прокатать но вот я ручечкой чуть-чуть можно прокатать чтобы они между собой слегка сплющили сильно не катайте иначе у вас будет но включена весь узор и его не будет видно я прокатываю они между собой сливаются теперь смотрите я ножичком аккуратненько лишнее с одного края отрезаю и закручиваю соединяю эти части смотрите если мы делали с глиной мы должны были бы замазать здесь мы просто вот так присоединяем приплющиваем и немножечко пальчиками не примазываем а при приплющиваем чтобы они слиплись вот у нас получилась такая заготовочка для шкатулки теперь смотрите мы уже знаем какого она размера будет от этого мы уже можем сделать ей донышко для донышка выбираем любой пластилин я возьму вот у меня много синенького сначала его разминаем и формируем круг разминаем скатываем кружок теперь аккуратненько кладем расплющиваем слегка потом начинаем пальчиком нажимать на центр большим а снизу у нас указательный пальчик нажимаем не на край а на центр сначала чтобы центр стал равномерным только потом уже можно по всему кругу нажимать пока у вас не получится ну кружочек для подходящего размера чтобы было донышко если вы взяли мало пластилина тогда еще раз перекатайте и сделайте еще один и примеряю чтобы у меня донышко подошло вот моя донышко готово теперь я его аккуратненько приплющиваю все делаю очень аккуратно иначе можно легко испортить нашу корзиночку и она получится неровная и не очень красивая так присоединила я донышко теперь смотрите что еще дело в руках она у меня вот еле-еле держится беру и стала так отстукивают тогда наши донышко еще лучше прилипнет и теперь ее можно отставить теперь нам нужно сделать крышечку крышечку мы будем делать по такому же принципу как и делали донышко начинаем выбираем пластилин и приступаем было хитро я добавила немножко белого пластилина и вокруг сиреневой и подготавливаю крышечку смотрите если она получилось больше мы ее аккуратненько уменьшаем чуть-чуть я ее главное смотрю чтобы она не примазалась просто таким образом кручу и где она выбирает чуть-чуть и и убираю теперь смотрите мы сделали такую крышечку можно однотонную можно двуцветную теперь мы ее будем сначала украшать узорами для них я подготовила вот такие длинные валики колбаски тоненькие еще раз обратите внимание когда мы скатываем мы стараемся их делать очень тоненькими и пальчиками раскатываем чтобы они получались у нас длинненькие теперь надо украшать вообще хотелось бы немножко остановиться на композиции да вот если мы берем композицию в круге нарисую несколько вариантов как можно распределять узоры ну можно распределять из центра когда у нас будут расходиться из центра например могут цветы и быть могут какие-то если у нас вот валики колбаски то мы можем просто сюда пропускать их до можем из них круг скручивать жгутики и вот у нас получается такая композиция орнамент в круге из центра симметричный каждая половина каждая четвертинка в этом орнаменте у нас одинаково может быть у нас орнамент по кругу когда мы будем пускать какие-то узоры вокруг по одной линии и отсюда например завитушки будем пускать и можем сделать например орнамент когда он будет у нас занимать половину круга таким образом и отсюда опять же мы можем пустить завитушки капельки и цветочки но мы сделаем наверное первый вариант для этого мы берем колбаски ну и сначала придумываем первую часть 1 я беру колбаску примеряю значит что я могу сделать но например я ее могу сейчас доказать потоньше и сделать смотрите красивую такую волнистую линию по краю моей крышечки так как мы в центр еще посадим зверечка нашего мы оставим там место но все равно украсим нашу крышку чтобы она была красивая чуть-чуть можно их опускать вниз значит смотрите не хватило у меня была заготовка еще я доделываю из нее я беру аккуратненько соединяю пластилин и делаю так чтобы не было видно что я соединила теперь аккуратно докручиваю орнамент чтобы легко было и аккуратно убрать просто об ножичком отрезали вот у нас получилось уже первая часть крышечку можно конечно аккуратно снять потому что пока вы лепите чтобы вам было проще теперь смотрите что я могу сделать я например могу пустить завитые узоры закручиваю вот такую спиральку маленькую крючок теперь смотрите что я делаю я хочу ее протянуть и делать туда для этого язык отрезала лишнее закручиваю и присоединяю получилось у меня вот такая деталька ну и могу например сделать в ту сторону тоже такую можно сделать просто на весу смотрите с одной стороны кружок закрутить крючок и потом с другой стороны лишнее убрать и присоединяем теперь я могу сделать маленькие синенькие спиральки лишнее убираю присоединяю могу в разные стороны развернуть у меня такой узор теперь украшаю шариками шарики я тоже подготовила заготовочку а так мы берем маленький кусочек пластилина скатываем шарик и присоединяем аккуратненько конечно узоров можно сделать поменьше раз у нас сверху будет зверек но мне хочется побольше полепить поэтому я добавляю больше узоров сюда добавляю шарик вот тут немножечко сливается смотрите я сделаю просто шарик поменьше и могу вот сюда на спиральку поставить по шарику получилось у нас такая крышечка интересно теперь смотрите что можно сделать можно стеком сделать отпечатки аккуратненько если у вас есть стек треугольники ставим носик и отпечатываем не торопимся чтобы получался именно отпечаток если будете торопиться по у вас может получаться такой неаккуратный смазанный отпечаток это будет не очень красиво возьму тупой карандашик и шариках тоже ставлю отпечатки смотрите сразу усложняется наш орнамент могу например добавить тоже отпечатки на наших волнистых линиях не обязательно по всей линии я например выбрала через двойной такой пролетик и отпечатываем тут уже конечно нужно проявлять свою фантазию самое главное чтобы ваши заготовки были тоненькие которыми вы украшаете ваш вашу крышечку тогда будет получаться сложный красивый орнамент например здесь такие три шарика ставлю получилась уже у меня такая украшенная крышечка можно ее конечно оставить такой и зверька сверху не сажать можно его будет просто слепить отдельно и так ставим крышечку но я сделаю зверька чтобы мне за него легко было браться значит для зверька я возьму серый у нас будет мишка мы сделаем мишку тэдди для этого берем сначала серый пластилин его хорошо проминаем но у меня его не очень много поэтому я добавлю чуть-чуть белого и перемешаю и так все промяла я пластилин начинаю лепить первое мне нужно сделать туловище отщипываю небольшой кусочек для туловища и скатываю сначала шар из этого шарика я докатываю каплю скатала капельку отставляю ставлю и делаю голову для головы я беру кусочек пластилина смотрите голова у нас должна быть ну такая как половина туловища для мишки скатываю шарик немножко перемну и смешивайте пластилин вот если вам нужно равномерный перемните два раза не поленитесь теперь смотрите соединяю голову и туловище теперь важный момент как сделать лапки ну немножко отойду пока проминаю пластилин значит смотрите медвежонка можно будет посадить сверху да и тогда будет легко за него брать чтобы крышечку открыть можно конечно его будет рядышком посадить к нашей корзиночки шкатулочки промяла пластилин теперь смотрите делаю лапки беру сначала чтобы сделать равномерные чтобы они у меня были одинаковые начну с нижних сначала беру скатываю овальчик и могу на руке аккуратно просто разрезать чтобы у меня были две одинаковые части теперь я скатываю шарик из шарика я начинаю докатывать каплю смотрите вот здесь у нас получается такая более крупная часть мы ее немножечко вот так приплющиваем и у нас сразу получается такой носочек лапки и вот эту часть клинику просто пальчиками вытягиваем теперь я ее откладываю сразу не присоединяю чтобы сравнить потом со второй то же самое скатываю капельку да потом беру аккуратненько носочек вытягиваю и вытягиваю лапку чтобы она была по длине и сравниваю и начинаю присоединять ее к медвежонку присоединяю одну и вот это немножко короче я просто чуть растягиваю и присоединяю вторую лапки нижние готовы теперь смотрите можно сделать сразу чтобы не забыть хвостик просто маленький шарик и присоединяем и теперь смотрите делаем лапочки которые у нас верхний значит если вы хотите поместить например ну может быть сердечко нашему медвежонку то его делайте заранее берем пластилин скатываем две капельки и соединяем одна капелька вторая соединяем замазываем то место где их соединили чтобы у нас получилось такое сердечко и ставим на животик мишки теперь скатываем лапки верхней точно также можно было разделить кусочек пластилина чтобы сделать равномерные лапки напополам значит смотрите как мы их скатываем и точно также скатываем только нам здесь не нужно ничего будет загибать наверх расслабка присоединяем не примазываем просто чуть-чуть придавливаем еще рассмотрите такая у нас как капелька получается но вытянутая присоединяем дальше делаем ушки положу вот так чтобы было видно пока посмотрите на мишку значит ушки два шарика небольшие иначе у нас получится не мишка тэдди а какой-то другой смотрите об присоединила и уже из шарика получился полукруг то же самое делаю со вторым ушком присоединяю получается такой полукруг уши мне чуть-чуть разные переделываю ушки должны быть одинаковые чтобы мишка хорошо ими слышал где летят пчелы с медом вот он получился теперь мне надо сделать мордочку для мордочки мне понадобится сначала белый пластилин я чип его небольшой кусочек скатываю шарик из него овальчик смотрите присоединяю его к мордочке голове получается вот такая мордочка теперь мне понадобится голубой пластилин можно голубой можно синенький скатываю маленький шарик и потом его чуть-чуть в овальчик беру и присоединяю на самый верх нашей белой части мордочки не на середину на самый верх и остается нам сделать глазки для глазок нам понадобится черный пластилин маленький маленький кусочек пластилина скатываю один глазик смотрите важно присоединить что получался мишка тэдди важно присоединить их возле носика возле мордочки один придавливаю точно также 2 теперь нам осталось можно сделать такой шовчик аккуратненько на голове на спинке на животике здесь у нас не получится можно вот так вокруг лапок тоже аккуратненько делать шовчики на пластилине я шерстку не буду делать вот если из полимерной глины то можно сделать конечно шерстку еще стеком отпечатать и уж как дело углубление теперь беру крышечку и присоединяю крышечки сажаю мишку немножечко его так придавливаю чтобы он у меня держался склеился могу незаметно его чуть-чуть примазать незаметно вот и наш медвежонок и вот наша шкатулочка готова теперь смотрите если у вас есть лак акриловый то можно покрыть акриловым лаком и тогда ваш медвежонок будет уже и шкатулка и медвежонок будут практичными можно будет пользоваться или есть другой вариант вот если вдруг у вас не оказалось лак и не можете прокрыть я беру туда листочек вырезаю кладу внутрь и могу еще вокруг сделать чтобы тоже у меня можно было туда например положить колечко смотрите если у вас нет линеечки да и вы не можете померить вот пожалуйста взяли аккуратненько ножничками по высоте сделали надрез дальше уже берете либо линейку но я вот по ровному стеку делаю линию делаю по длине я потом просто лишнее уберу отрезаю полоску бумаги закручиваю ее можно ее померить и склеить но вот я так как быстро вам показываю я ее просто закручиваю и вставляю туда вот вставила я немножко я ошиблась потому что померила получается донышко тоже дает слой вставила здесь у вас клей аккуратненько берете клеем подклеиваете и такую же хитрость можно сделать на крышечке здесь чтобы у нас не прилипала крышечка к самой корзиночки я вырезала аккуратно обведя по крышечке кружочек его вот так аккуратно придавливаю это для тех кого нет лака у кого есть лак то он покрываете тоненько лаком и у вас будет все хорошо держаться акрилом и наша шкатулочка готова чуть-чуть вот тут торчит тогда можно взять и незаметно обрезать и вот наша шкатулочка с медвежонком готова ее уже можно дарить маме или оставить себе то наша шкатулка готова это заняло у нас много времени но зато теперь мы довольны что у нас есть вот такая шкатулка которой мы можем пользоваться и класть туда украшения или свои или подарить ее маме всем спасибо желаю хорошего настроения и удачи во всем до свидания